Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов по образованию. Отвечаю на последний комментарий. Подписчица пишет, очень часто с ними дружат, что имеется ввиду с психопатами. Они общительны, остроумны. Этот комментарий был под видео, которое называлось «Какие цели у психопата на сессии с психологом?». Ну, по сути говоря, вы пытаетесь противоречить моей мысли о том, что с психопатами никто не дружит. Вот смотрите, есть разные стадии у этого человека. Каждый из нас проходит определённый путь в жизни. И то, что мы посеем, как говорится, то и пожнём. Вот человек здоровый, у которого есть эмпатия, у которого есть совесть, конечно, он в течение жизни приходит к тому, что у него есть и какие-то и родственные связи, и дружеские, такие вот тёплые отношения, крепкие и так далее и тому подобное. И это следствие его жизни, достаточно спокойная старость, в которой он видит отдачу всего того, что он пережил, как говорится, в жизни. Вот что касается психопатов, там линия жизни немножко другая. Кстати говоря, это видео будет в утешении всем тем, кто хочет увидеть в жизни справедливость. Она действительно так или иначе бывает. И вот это вот ваше определение психопата, его, конечно, можно рассмотреть на той точке жизни психопата, когда у него, например, взлёт карьеры. Психопат может в жизни быть успешным до поры до времени. У него могут быть знакомые, да. Но давайте рассмотрим, что это такое. Если посмотреть в глубину, например, психопат идёт по головам в своей карьере. Для него главное – это ощущение власти, контроля над другими. То есть он может прийти к какому-то даже взлёту в карьере, но будет идти по головам, будет много предавать, так как у него нет совести и эмпатии. Будет подставлять кого-то, обманывать. Может сложиться первое впечатление, что да, они такие коммуникабельные, с ними все дружат. Они общительные, остроумные, да. Но в конечном итоге, к чему они могут прийти в жизнь? Как вариант. К тому, что рано или поздно их кто-то подловит на какой-нибудь там взятке кому-то. Они ещё часто очень могут заниматься криминалом каким-то. Плюсом ко всему, внутри семьи своей они обязательно будут партнёра унижать, может быть даже бить, контейнировать весь свой негатив. То есть, следовательно, что может случиться? Что эти люди придут по итогу к краху, так или иначе. Я вас уверяю, что это бывает очень часто. Когда психопата могут посадить в тюрьму, он может оказаться в психушке, с ним могут перестать общаться близкие, родные. Потому что эти люди, нужно понимать, из чего они состоят, да, они состоят из лжи, они на самом деле не могут до конца управлять своим гневом. И всё равно у них будет когда-нибудь итог такой, что на работу их уже не будут брать. Вот куда бы они ни пришли, им будут говорить, «Нет, извините, мы вам отказываем». Потому что эти люди до поры до времени умеют скрывать свою сущность. Но настанет такой момент, когда у них башню сорвёт окончательно. И будет явно видно, что человек не в адеквате. То есть по итогу человек останется, я так думаю, без работы, без связей, без друзей. Эта точка наступает. И такие люди ко мне приходили на консультации. И в конечном итоге они ещё хотят и психолога подмять и себе подчинить. Они даже не видят, что проблема в них. Потому что у них нет самоанализа. И они даже вот когда приходят к психологу, они не будут говорить, что со мной что-то не так. Они будут говорить, что всё моё окружение меня по какой-то странной причине возненавидело и перестало со мной общаться. А на работу меня не берут, потому что, видимо, кто-то на меня написал какую-то кляузу. Какую-то кляузу. Как-то всё в жизни так сложилось, что я такой хороший. И меня неоправданно как-то вот не оценили. На меня ведутся какие-то преследования. Причём ко всему у психопата может ещё образоваться сверху, помимо его расстройства, ещё шизофрения, да, когда ему кажется, что его преследуют. У него могут начаться галлюцинации какие-то, слуховые, визуальные. Поэтому вы не думайте, что они вот так вот всю жизнь проживут вот на таком классной такой штуке, чтобы жрать других и оставаться всегда безнаказанными. Эти люди так или иначе приходят тоже к своему итогу. Если вы думаете, что человек может так всю жизнь безнаказанно врать, вы ошибаетесь. У них будет этот итог. Они не умеют строить глубоких отношений с людьми. Они не умеют строить карьеру поэтапно. Им надо прыгать по головам. Им надо обманывать кого-то. Им надо периодически кого-то жрать и контейнировать свою ненависть в кого-то. Многие говорят, что психопаты — это интеллектуальные люди, творческие люди, возможно, даже которые несут прогресс в науке. А я вам скажу, что это люди-разрушители, которые, если и добиваются успеха, то очень странным путём, нечестным. Поэтому их миссия на Земле не несёт какого-то глобально хорошего смысла. И в конечном итоге их ждёт то, что все перестанут с ними общаться, и психологи в том числе тоже. Потому что психологи тоже люди, которые не хотят подвергать себя стрессу такому, что потом тебе самому нужен, например, психолог. Поэтому, в принципе, вы правы вот в своём таком тезисе, что с ними дружат. Но дружат до поры до времени. Вот эту вот маску прикольного, эгегей паренька или девушку, они не смогут долго продержать. Они придут к своему концу, к грустному. Тут только время всё расставить на свои места, мои дорогие. Это опасные люди. Это люди, которые могут убить, покалечить. Это люди, которые в конечном итоге придут к краху. Я в это не просто верю, я это вижу. Вижу и на клиентах-психопатах, и где-то даже вот и в жизни. Справедливость, она есть. Спасибо.